Приветствую вас! Народ просил рассказать, как дорваться до госкормушки. Давайте расскажу вам. Может, если чему-то пригодится. Ну, вы знаете, я говорю только правду. Это почти не ждите от меня каких-то таких смешных рассказов. А вот просто родиться у папы-министра. Да, может родиться у папы-министра. Такое бывает. Но я думаю, это сложновато немножко стать возле госкормушки. Так рассказываю абсолютно реальные варианты, как дорваться до госкормушки. Сразу говорю, простых решений здесь не бывает. Первый пункт, который, ну, довольно длительный, но наиболее реалистичный. Итак, вы молодой или не очень молодой человек, ну, желательно помоложе, идете работать на госкорбушку. Смотрите, на сегодняшний момент в Украину можете пойти работать в министерство, горосполком, райисполком, куда угодно, на низовую должность. Причем, да, действительно, с удовольствием возьмут. С удовольствием. Там величайшая куча из кадров, и по большому счету там блатки какой-нибудь. Вы прошли? Пожалуйста. Ну, младшим подающим, вы догадываетесь. Без проблем. Абсолютно. Ну, там даже конкурс есть, но это фикция. Возьмут без проблем. Сразу говорят. Но! Скажите. Как же! Да, сорократно маленько. Маленько, ужасно маленько. До дурения. Работы много. И все вам, как бы сказать, понукают. Действительно, многие люди, как бы, пытаются, там, не, не пойдет. Ага, ребят, ну, как хотите, сразу раз! И до кормушки нету шкель. Раз до кормушки, действительно, надо родиться у папы министра. Ну, не всем да вам. Итак, попали. Теперь смотрите, рассказываю чисто практический совет. Значит, смотрите. Если вы действительно начинаете работать в вот структуре, пожалуйста, не надо рвать и метать, и стараться работать лучше всех. Это чушь. Запомните раз навсегда. Если вы действительно хотите дорваться до вот кормушки, действительно, на каком-то этапе быть председателем тендерного комитета, или секретарем, это еще лучше, чтобы вы были в пользу. Вы должны быть. Запомните. Запомните внимательно. Передайте вашим детям, внукам и так дальше. Поблагодаря. Вот вы пришли на его службу. Не надо, не надо много работать. Надо. Слушать сплетни, рассказывать сплетни, интриговать, лгать, обманывать, стучать. Стучать полосами. Вот смотрите, вы сейчас беседуете с твоим лепшим другом за столом. Побеседовать. Сразу настучали ночами. Обязательно. Нет, я не шучу. Вот так надо. Вы должны быть ответным мерзанцем, циничным. Алтшим, продажным. Получится. Самое интересное, как только вы начнете распускать слухи, стучать и вообще быть настоящим. Ваш начальник отдела вас начнет уважать. Побаиваться. Чего ты знаешь, вы сказали? Толкать даже начнет. Серьезно. Смотрите, что очень важна служба. Бывают такие моменты, что... Ну, в чем прелесть наших услуг? Ну, как бы, наших министерств, ведомств. Там такой бардак. Он никогда не соблюдает иерархическую систему. Банальный вариант. Надо какой-то подписать документ, и его надо согласовать. Это всегда. Согласовать с какими-то другими подразделениями. Никто-то не хочет. Вот вы взяли эту бумажку, и говорите, я сделаю. И пошли по другим подразделениям. Для чего? Знакомиться. 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 Вообще, в идеальном варианте, как только вы видите, что можно залезть в какие-то комиссии, какие-то группы по подготовке документов. Вперед. Туда. 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 Почему? Во-первых, можно отсутствовать на рабочем месте. Я пошел. А во-вторых, самое главное. Самое главное служба. Знакомство. 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 Слухи. Сплетни. Стукачество. Знакомство. Пошло. Работает. Ну, некоторые ребята это называют очень просто. Дупля отбить, аромсы развести. Как только вы это сделаете, аромсы разведете. Понятно. А почему нужно знакомство? Понимаете, какая ситуация? Вот вы пришли с самым младшим подающим. Потом вы перетерлись там, там, там. И вы узнаете, что оказывается, в том подразделении, в том управлении, есть вакансия главного специалиста. Про эту вакансию знают немногие. Но очень часто, если вакансия что-то уже получше, она не попадает в общее поле зрения. Хопа! А вы уже знаете. Вы уже знаете, с кем переговорить, кому улыбнуться, кому настучать. Раз, вы уже главный коммунист. А дальше ситуация следующая. Поймите, еще раз говорю. Как только увидишь, что вы такой матерый, жестокий, беспощадный, циничный человек, вас подтянут вот эти пацаны, которые возле госкомушта. Подтянут. И им нужны такие, им нужны, понимаете, продажные мерзации. Чтобы вы правильно поняли. Ну вот я говорю, что, понятное дело, гослендер. Это на комиссии. Там уже свои. Но есть всегда секретаря, секретарь. Вот вас могут действительно, вы даже можете не занимать большую должность, а вы будете быть секретарем дендерного комитета. Шикарная кормуша. Шикарно. Рискованно. Сразу говорю. Скорее всего, к следователю ходить будете. Не уделяйтесь. Будете. Проверяющий будет вас вызывать. Будет задать вопросы. А вот как? А что вам говорили? А то подобное. Потому что воруют все. Но. Уже будешь секретарем, вы действительно будете участвовать. Деревать. Ну там по-разному. Или по-разному немножко строится. Есть вариант, когда вам как бы действительно, ну, чаще всего, сейчас конвертики как бы уже не могут. Из офшора на офшор. То есть открывается счетик вам. Да, могут действительно первоначально вам, ну, на карточку даже закинуть. Может карточку подарить. Такое-то другие есть. Карточку дали. На карточку уже денешься. Или бывает рассчитывают по-другому. Вам ничего не дают. Но. Так как вы секретарь тендерного комитета. Рано или поздно вы будете общаться и с людьми, которые хотят выиграть тендер. Понимаете как? А вот эти люди, которые хотят выиграть тендер, вы их можете попросить у небольшой помощи. Они вам окажут. Ну что, понимаете? Смотрите, есть структуры, которые хотят. Ну, они же не придут, допустим, и говорят, мы тебе дадим. А через секретаря проще. Нет, они говорят все красиво. Маля раз. И им интересно через, ну, как бы третье лицо и вы третье лицо. За это не заплатят. Но не за это платят. Да. Естественно, что основные деньги побегут там. А вам заплатят. Вот такой самый, ну, непростой метод. Потому что сейчас говорю, вы начинаете с нуля, вам надо подтолкаться. Еще смотрите, в чем трюк. По большому счету, если вы уже вклинились, если вы действительно, так сказать, почувствовали запах такого вас чиновничества, не имеет значения, где вы начинаете. Потому что на практике бывают невероятные случаи. Вы начинаете в одном месте, а у вас приходит в другое, третье, четвертое, пятое, вы бегаете, бегаете, бегаете. Потому что, говорю, вот самое главное для вас чиновник, это слухи с плетями, слухи с плетями, слухи с плетями. И поэтому, чему больше вы участвуете в всяких там комиссиях, заседаниях, проектах, тем лучше, лучше, лучше. И на этом зарабатывают. Да, действительно. Вот такая система. Но, действительно, некоторые начинают, не получается, что-то сложно, жалко, ну, значит, сложно быть таким вот интриганом. Да, тогда все. Тогда вы всю жизнь останетесь на низовых. Никогда такой агодской рубашке вас не допустит. Второй вариант. Ну, здесь идет обратный ход. Вот, грубо говоря, да, опять же, знакомые, но знакомые, которые работают в этом министерстве. Уже действительно имеют доступ к комиссии. Ну, опять же, ситуация. Вы когда-то с ним учили, своего друзья-друзей и так далее. Поймите. Те, кто, члены дендерного комитета, те, кто, как сказать, наверху, они стараются быть белыми, пухнастными. По телефону не говорят, личные вопросы не говорят. Потому что, ну, действительно, их таскают, их проверяют, их прослушивают. А сейчас однозначно. По этой причине, ну, не будет председатель дендерного, или даже член дендерного комитета говорить. Ребята, я вот сейчас организуюсь, вас прочитается. Нет, такой не будет говорить. Ну, вы же не сумасшедший, вы же понимаете. Ну, зачем? Но. Вот здесь как раз вы очень нужны могут быть. Вас представили, за горло, пообщались, посмотрели. И вас понимают, что вы действительно можете обеспечить, ну, как бы, правильное проведение тендера. То есть, вы представляете своей компанией или компанией своих друзей. Вы правильно деньги, которые поступили, женете на мойку. Это целая процедура. А сейчас еще пошла выбеливание. Очень часто еще раз говоришь, сейчас какая пошла мода. Вот, тендерный комитет, прошел тендер, ну, я имею в виду такой солидный, хороший, по-моему, мелочок. И тогда, действительно, в рамках тендерного комитета, хоп, откатки. И очень часто люди уже просят, чтобы вы выбелили, и в Европе их поставили на счет их или детей, или жен, или любовниц. Но уже выбелили на деньги. Вот для этого вы нужны. Вы до кормушки. Да, вы по среднему. Но, по большому счету, здесь действительно можно хорошо заработать. Но вас должны представить этим, ребята. Как это сделать? Ну, подумайте. Нет, понимаете, ситуация может быть следующая. Вот вы знаете того, 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 того. Ваша цель понравится. Объясните, рассказать. То есть, войти в двери. А, это ваша забота. Но, если вы входите в двери, чаще всего вас могут перераспочить проверить. Грубо говоря, вам предложить, ну, там, помочь в операции, понимая, что вы, фактически, там, ни черта не заработаете. Но, они посмотрят, как вы работаете. Если вы со своими структурами, со своими компаниями, со своим нахальством, со своим умением общаться, со следователями, прокурорами, подходите вперед. Дорвали за такой скорбушек. И, действительно, можно кормиться долго. Потому, что это вечная тема. У нас на сегодняшний момент из губбюджета 220 миллиардов гривен ежегодно. Вот, запрошло, потратили на различные, ну, то, что там местные и, соответственно, 220 миллиардов. 220 миллиардов гривен распилили. Шикарный миллиардов гривен ежегодно. Идем дальше. Да, да, да. Вот это уже, действительно, ситуация, когда, ну, не совсем родились, начинаем другим вариантом. Когда вы идете с другой стороны. Закончили учебное заведение. Тут, надо, закончили. И пошли работать в правоохранительном органе. Не имеет значения. Ну, налоговую милицию сейчас. Или сейчас будет финансовое следование. Прокуратуру. Поймите, опять же, ситуация. Вы же понимаете, что по большому счету возьмут. Но, опять же, вас начинают брать с малой ежи, грузят, там, гоняют. А как вы хотите? А не, вы хотите из родственной девчонки. И тогда, в этом случае, вы идете с другой стороны. И делаете карьеру. Да. Ну, смотрите, что самое ценное в любых правоохранительных условиях. Во-первых, собачья преданность. Но хозяину. Не всем. И, опять же, умение подставлять товарища. Вас будет сразу подставлять. Очень часто. Очень часто. И ваша цель заключается в том, что вы, с одной стороны, исполняли самые бредовые указания своего шефа. Вот вы исполняете, значит, соответственно, вы уже как бы в обойме. Ваша собачья преданность зарабатывает. Но, в любой момент, ждете от вашего шефа удар. Да, в случае, в случае, он вас уничтожит. Рассчитается вам. Это как бывает. И постоянно подставляете своих друзей. Постоянно. И вы делаете карьеру. Потому что ситуация следующая. Вы сами понимаете. Кто охраняет, то ими. Да, правоохранительные органы в основном живут за счет того же гостендера. Причем доходит до анекдотов. Прошел гостендер. Никого не интересует. Брали, не брали. Уже все. Но. Надо наехать. Вы должны быть удобны для своего шефа, который знает. Вот вас послали. И вы действительно можете наехать. Молодцы. Опять же, ситуация следующая. Там два варианта. Первый вариант. Действительно, вас могут включить в обоим. И вам, как вы сказали, долю будет и все будет. Бывает такое. Чаще всего действительно рассчитывается услуга на услугу. Грубо говоря. Ну, вы сами понимаете. Вот смотрите. Куча дел разбираетесь. Вот дело крупное. Это шеф. Там он везде. Вы ему помогаете. Причем, что называется, днем, ночью. Вообще там. Без выходных. И есть дело попроще. Ну, условно там. Директор школы сделал ремонт школы. Понятно. Вот вам отдают вот это. А тебя забирают. Но вы уже директор. Папа. И вам дали. Сработало. Вот такая это кормушка. Ну, и последнее. Последнее. То, что я начинал. Ну, да. Бывают случаи, действительно, что вы родились в семье министра. Не спорю. Да, если вы кормушку имеете сразу. Но бывает. Ребята, наоборот. Вы-то родились в семье министра. А министра сняли. Причем, они просто сняли. А он убежал. В Россию. А жужу, да, блин. Кормушки нет. Так что такая ситуация. Еще раз говорю. Смотрите. Дорваться до гост кормушке несложно. Если вы циничный, продажный, алчный и готовы рисковать. Еще раз говорю, ребята. Смотрите. Как только вы попадаете в обойму, есть одна вещь. Одна страшная. Запомните. Если вы зашли, выйти архи сложно. Понимаете, вы в любом случае будете замазаны. В любом случае. И даже если вы ушли, вот вы говорите, все, я не хочу уже играть, мои компании играть не будут, я уже увольняюсь у службы, все, все. Я хочу вести честную жизнь, мне надоело. Вот вы уходите, а уголовные дела остались. Подписи ваши остались. Понимаете? И вам намекают, что если что, или наоборот даже не намекают. Проходит время, вас вызывает следователь. Да я уже не работаю в этом министерстве. Пять лет. Стоп. Ребята. Вот у нас команда. Надо прессунуть. А ваша подпись есть. Вот так это работает. Так что вот такая-то русская ложка. Так что подумайте, ребята. Но вещь хорошая. Действительно, при хорошем развороте, я должен сказать, не банк у вас будет, там целый автопарк будет, ну домик будет, ну страшно сказать какой. Да все будет. Ну и не только в Украине, за границей там все, все, все будет. Потому что, еще раз повторяю, если вы действительно, так скажем, уклинились, откат очень большой. Но это стыдаще. Вы берете большой откат, вы понимаете, что надо со всеми делиться. Но вы понимаете, что если вы уже рискуете, то вы рискуете так. Никто не балуется с 1%. Стыдно. Глупо. 10, бывает 20, 30. А теперь еще раз говорю. 220 миллиардов. Возьмите 50% за эту сумму. Взяли? Страшно? Вот такие суммы откатов в Украине ежегодно крутятся. По этой причине, если вы встречаете на улицах, даже не Киева, какого-то, не знаю, там, областного центра, 30-степенной области, встречаете Мазерати, последние модели, не удивляйтесь. Это просто на машине приехал скромный работник государственной службы, который живет на одну зарплату, но является секретарем тендерного комитета, который проводит тендеры, используя электронную систему пронзора. Субтитры создавал DimaTorzok